Зайома мессер у бойцем Альбасис Пороша Чамуа. Сегодня я буду проповедовать на основе Недельной Главы. То, что мы видим, что Муша записывает весь тот путь, который прошли сыны Израилевы. И это очень важно, знать откуда ты вышел, куда ты идешь и что произошло с тобой. И это важно не только народу израильскому, но также каждому из нас. Потому что и израильтяне, и все, кто читали все, что происходило, всегда вспоминали какие-то события. Потому что на каждой остановке всегда было какое-то событие, что-то происходило. Иногда это были благословения и великые чудеса, которые Господь давал им, а иногда это были грехи, которыми грешили наши праотцы против Бога. Мы всегда, каждый из нас, если мы слышим название какого-то города или какого-то места, то у нас в памяти всплывают картины. Если я вдруг скажу название города Илат, все, кто там когда-либо был, вспомнят, что происходило, какие мысли посещали, что там делали. Если я скажу Ако, то у нас здесь гости есть, тоже у них всплывают в памяти картины. Возможно, это наше детство и то, что мы прошли. И ты начинаешь вспоминать определенные вещи, которые на тебя повлияли. Если ты услышишь рамбом, въедхолим рамбом, въедхолим кармель. Ты вспоминаешь какие-то события неприятные, когда, может быть, ты там лежишь. Или родственники, или друзья, и происходили не самые хорошие вещи там. Имам Исраэль, когда они смотрели и говорили о всех их местах, их местах, их местах, они действительно нескорились в дворах, которые находились там. И поэтому, когда израильтяне читали весь путь, который они прошли, все события, то у них они вспоминали все, что происходило. И мы читаем о том, что народ очень много грешен. Были грехи не очень значительные, а были такие огромные грехи, которые оказали свое влияние на несколько поколений вперед. И там было три события. Я хочу в будущем поговорить об этом. Что им, въемето, у них было огромное значение и огромное влияние на будущее народа. И в каждом из этих, из каждого этого события мы сможем чему-то научиться. Но я хочу начать с другого. Написано, что весь их путь был... Путь по воле Бога. Бедюк. Они видели огненный столб и облачный столб. И когда столб вставал и начинал двигаться с места, то они также двигались за ним. Когда он останавливался, они также останавливались. Весь их путь происходил под руководством Бога и под его защитой. Иногда им приходилось подолгу сидеть на одном месте и неожиданно потом встать и двигаться. И сейчас я хочу задать нам всем вопрос. Какова воля Божья для нашей жизни? Смотрим ли мы на его водительство, как на облачный и огненный столб? Потому что сегодня мы не видим этот облачный столб физически, как они видели тогда. Возможно, есть какая-то глобальная Божья воля или его идея. И эта глобальная Божья воля, она существует. И поэтому я хочу говорить сегодня на эту тему, потому что это также может понять волю Божью для нас индивидуально, для каждого случая в нашей жизни. Поэтому первое, что я хочу, чтобы мы обратили внимание, это что Бог вывел из Египта, вывел из рабства. Первое, что Бог желает, это вывести нас из рабства, дать нам освобождение и свободу. Так как он это сделал сначала для Израильтян, которых вывел он из Египта. И это также продолжается сегодня. То, что мы читаем в Новом Завете, он хочет освободить нас от рабства греха. Он не хочет наказать нас. Он хочет перевести нас с одного положения на другое. Он хочет дать нам внутреннюю свободу, чтобы мы могли любить его. Потому что второе его желание, он хочет вернуть нас к духовному наследию. Так как он вернул Израильтян в их землю, так же он хочет вернуть нас к себе. Это жизнь на другом уровне. Это не та жизнь, которая была в рабстве. Это новая жизнь с новыми отношениями. С новыми требованиями и с новыми обязанностями. И не всегда мы готовы к этой жизни, не всегда мы ее понимаем. Но я хочу привести вам пример. То, что мы читаем в этой неделе главе, там есть рассказ про город и убежище. Каждый убийца, который не хотел убивать человека, он мог убежать в этот город убежище. И никто не мог прикоснуться к нему и отомстить ему. Он там должен был жить в этом городе убежище до смерти великого гражданского священника. И подумайте, что было шесть городов убежище. Там жили огромное количество людей, которые убили другого человека ненамеренно. И возможно, они должны были оставаться в этом городе надолго. Это не была тюрьма, как сегодня у нас есть тюрьма. Это был обычный город с его обычной жизнью. Но там этот человек был в безопасности. И только когда Великий Первосвященник умирал, все эти случайные убийцы выходили из этих городов и могли вернуться домой к своим семьям. Это, конечно, очень интересно, но как вы думаете, что каждый этот убийца желал Великому Первосвященнику? Что он ему желал? Все родственники были предполаганы, что в коем-гадоле будет как-то лучше. То есть, наверное, как все эти убийцы просто молились день и ночь, чтобы поскорее этот Великий Первосвященник умер. Так он заслужил этот Великий Первосвященник, чтобы ему желали смерти все они. Здесь есть как-то так же урок. Одна из целей жизни Великого Первосвященника была молиться за народ. Молиться, чтобы такие случаи не происходили. Я знаю, что у нас есть Великий Первосвященник, который намного более великий, чем те люди, которые служили тогда. Это наш Машеф, Ишуа, который является первосвященником в Небесной Скинии. Который каждый день ходит и служит. Который молится за нас, чтобы такие случаи с нами не происходили. И он так же учит нас, чтобы мы могли молиться за других людей, чтобы с ними не происходили подобные вещи. Но подумайте, что когда он умирал, в Великий Первосвященник, его смерть изкупляла этот даже случайный грех, и эти люди выходили на свободу. Машеф, Иш Кадош, который был великий первосвященник в Небесной Скинии. Смерть святого человека изкупала даже самые тяжелые грехи, которые происходили в Небесной Скинии. Так насколько больше смерть Мессия Ишуа, единственного праведника, может изкупить грех любого человека в этом мире? Потому что когда он умирает, он дает нам новую возможность, и он вытаскивает нас из этого рабства. И как это связано со спасением и с возвращением к нашему наследию? Смерть великого первосвященника позволяла людям выйти на свободу, вернуться в свой дом, в свою семью, вернуться к тому, что когда-то было принадлежало им. Возможно, многие годы они проводили в этих убежищах. И они мечтали вернуться домой, к своим семьям. К наследию, которую Бог дал им. И вот в один день это происходит. Бог любит каждого из нас. И каждый из нас находится в такой, как бы, тюрьме, городе, убежище. В Мицрае, в обдоте руханит. В Египте, в духовном рабстве. И смерть Ишуа Мессия позволяет нам вернуться к Отцу. Но проблема в том, что не всегда мы готовы к этому. Вы знаете, что люди, которые сидят в тюрьме уже много лет, и вдруг они говорят, все, твой срок закончился, ты можешь выйти, иногда они не хотят выходить. Потому что они не знают, что там делать, как жить. Они так привыкли к тому месту, где они находятся. Есть люди, которые хотят продолжать оставаться, жить в тюрьме. Есть люди, которые любят грех. Они не хотят оставить его. Несмотря на то, что великий правосвященник уже сделал свое дело, он умер и он дал тебе свободу. У тебя есть возможность вернуться к Отцу. Но тебе нужно хотеть этого. И второе, тебе нужно понять, как вести себя в этой новой жизни. И Писание, Священное Писание, Новый Завет, учат нас, как это делать. Только после того, как ты познаешь Господа лучше, ты поймешь, что Он хочет от тебя. Когда ты будешь губляться в его слове, ты поймешь, как жить, какие есть правила в этом новом мире. Потому что это его окончательная цель, вернуть нас к себе. И это то, что было тогда, это то, что происходит сегодня, это то, что будет всегда. И не важно, где это будет, на небе или на земле. Он хочет, чтобы он пересним. Но есть начало, это то место, откуда они вышли из Египта. И есть огромная дорога, которую мы должны пройти. И есть такой дорог, даже было много Мессои, пока они смогут до конца. И есть огромный, есть длинный путь, и было много маршрутов, как подойти к своей... И это... этот путь непростой. Это был очень простой. У них физическое состояние было новое и очень сложное, когда он не фенит под рукой и еды не воды. Это психологическое состояние совершенно другое. Но Бог проводит их через все эти испытания и все это под его защитой и контролем для того, чтобы научить их чему-то. И это еще одна Божья воля, мы сказали, что есть спасение. И второе желание Бога, это привести нас к Ему и вернуть нас к своему наследию. Он действительно хочет, чтобы мы научились полагаться на Ему во всех ситуациях. И четвертое, что мы могли повиноваться Ему. Потому что есть разница между полагаться и повиноваться. Ты можешь полагаться на Ему, но ты можешь не хотеть делать, что Он тебе сказал. Ты можешь сказать, да, я верю, что Господь помогает Ему, я все предаю Ему руки. Но вдруг, когда ты слышишь, что Он требует от тебя, ты не готов ничего делать. Поэтому полагаться на Ему и повиноваться Ему. И пятое, Его желание, это донести свидетельство от всего мира. Это Его глобальная воля. Потому что Бог, когда таким, каким Он был тогда, Он не меняется и такой, что Он сегодня. И я также хочу поговорить о трех случаях, которые произошли с народом израильским. Потому что они связаны с теми ситуациями, когда Бог хотел, чтобы они научились полагаться на Ему и повиноваться Ему. Вот первое. Когда Бог сказал, что они должны начать в садной точке и двигаться в Тракую, это не всегда будет легко. Если человек действительно хочет продвигаться, то ему нужно выйти из зоны комфорта. Если ты хочешь увидеть изменения в своей жизни, то тебе нужно быть в другом состоянии, не в том, в котором ты живешь сейчас. Они в одном месте находились, может быть, целый год. Они уже привыкли к этому месту. Питом хотим зуз, трехим зуз, хайбуем зуз. Это очень неудобно. Это требует много усилий. Это тяжелый переезд, когда вам нужно взять ваших детей, ваше имущество, все, что у вас есть, и двинуться в новый путь. Поэтому я вам говорю, если вы хотите исполнить волю Божью вашей жизни, и прийти к тому концу, который он приготовил вам, то вам нужно встать и двинуться в путь. Потому что на этом пути он хочет укрепить тебя, и может быть, изменить что-то в тебе. Поэтому это очень важно, выйти из зоны комфорта. Это первый урок. Но вот эти три вещи, которые произошли с народом Израиля. В одном из мест, куда они пришли, мы читаем, что они сделали золотого телеца. В трея, во втором месте была похоть среди многих сынов Израилевых. И даже назвали это место, как назвали? Не знаю, вирусит. Киврот Атаова. Катув по реге. Могилы похоти. Назвали это место Могила похоти. И третий пункт, который был судьбоносным, это грех Саглядаде. И все эти три вещи произошли до того, как они уже должны были зайти в обитаванную землю. Потом произошли также очень многие другие события. Но вот эти три, они произвели огромное значение в жизни народа. Поэтому первый грех, который они совершили, грех, когда они сделали золотого телеца. Написано было, что все из колена левия должны были каждый убить своего брата. Это было очень сложно. Они, כל הנыски, что они видели, петом, в регионе, как будто они умерли из их памяти. Они стоят в этом месте, и на золотого телеца говорят, вот Израиль, твой Бог, который вывел тебя из земли египетские. Как быстро они забыли Бога, который вывел их, написано рухой и крепкой, и все суды, которые он совершил на египетском. Шכחу от кола-донай, что они рау. Забыли голоса Бога, которую они видели. Даже тот облачный столб, который все еще был в их присутствии. Петом мы говорим, это Иллюеха. Вдруг они на какого-то золотого телеца говорят, вот Бог твой. Я спрашиваю у себя, как такое вообще возможно? И этот грех называется порок прошлой веры. Нет, веры в прошлое. Иногда мы находимся в определенном положении, состоянии. Волей, этот ситуация это немного критик. Они спрашивали от Муша и не спрашивали. Они спрашивали это маньяк и возможно это было состояние критическое, потому что они искали своего лидера, Моисея, и его там не было. Мецб, что петом это маньяк, это маньяк, ты начинаешь вспоминать все, что было. И ты говоришь, может быть, все произошло просто так, случайно. И вот все, всю эту помощь, которую Бог оказал тебе, все джечеса, которую он сделал в твоей жизни, ты возможно начинешь пытаться объяснить какими-то логическими объяснениями. И это большая опасность. Это маньяк, это маньяк, это маньяк. И тогда ты говоришь, вот Бог в Израиле, вот то, что мне помогло действительно. Это большая опасность. Если вы находите в таком состоянии, когда вы не знаете какой путь вам нужно выбрать, не дайте сомнение за крест в вашу жизнь. Потому что то, что Бог сделал с тобой в прошлом, это то, что должно прибыть тебя и дать тебе это толчок веры. Не подвергай чудесам, которые он сделал сомнение. Это шеур еще больше. Мы говорили несколько недель назад об этом, что народ Израиля уже было все, но они хотели еще больше. сомнение. И кто интересен, мы видим реакцию сомнение, отмышлено, что она не сомнение. Его реакция была, она отличалась от всех тех реакций на все эти события, которые ранее произошли в пустыне. Потому что когда израильцы сделали золотого телца, или когда во всех других грехах, Моше вставал, заступался за народ и молил Бога, чтобы он побил его. Но здесь он приходит к Богу и говорит, у меня больше нет сил, я уже не могу. Пожалуйста, сними меня с этой позиции, я не хочу быть больше лидером этого народа. Почему он сказал, что с ним произошло или что такого он увидел в народе, что его заставило говорить это Богу? Потому что он увидел в народе, что у них исчезло любое духовное состояние. Он увидел, что они похожи на животных и то, что они хотят это просто есть и пить, и ничего кроме этого. И он тогда сказал, как такое возможно, Господь? Я вышел и вывел их, чтобы дать им то, что они хотят только еду. Я хочу дать им духовные вещи, они говорят только про мясо. В прошлый год они сидели в определенном месте, где они видели кожные чудеса. Они привыкли к тому, что было там. И, возможно, когда это происходит, ты уже не чувствуешь. Когда ты привыкаешь к определенным вещам, которые может быть даже самым духовным, ты уже не чувствуешь. Это еще один дополнительный урок, который я хочу сказать вам. Часто наше время удовольствие. Время отдыха. Время, когда мы говорим, что мы собираем силы. Время, когда у тебя в жизни все супер и нет никаких проблем, и все тебе легко дает. И даже когда ты в жизни видишь, что благословения Бога просто изливаются на тебя во всех сферах, такое продолжительное время ты к нему начинаешь привыкать. И это может привести к потере духовности перед Богом. Я, лично, я каждый раз, когда я еду в отпуск, И, действительно, у меня такая цель собрать силы, для того, чтобы продолжить служить богу снова к силам. И я даже думаю, что в этом отпуске я буду больше уделять времени к Богу. Но, вдруг, но почему-то это никогда не происходит. Ты получаешь удовольствие от своего отпуска, и, возможно, возвращаешься обновленным. Но ты чувствуешь, что я всегда чувствую, что я в работе немного отдалился. И это дает мне даже хорошие мысли, потому что можно что-то с собой делать. Но на физическом уровне ты чувствуешь, что я отдалился от Бога. И этот грех был очень большой. Огромное количество людей умерли после этого греха от Божьего наказания. Но это единственное место, когда, после того, как они увидели наказание Бога, и многие люди умерли, они все равно не покаялись в этом грехе. Это состояние их духовное настолько изменилось, что они даже не могли найти в себе силы покаяться. Вы помните, что когда добрая семья упала на почву тернистую, то взошло и добрая семья и терния. Но они также были, они взошли вместе с терниями. Это наша жизнь, которую мы проводим каждый день, у кого-то хорошая жизнь, с большим количеством удовольствия, у кого-то меньше. Но это отдаляет тебя от Бога, это изменяет твое духовное состояние. И это может изменить тебя настолько сильно, что ты не будешь знать, как вернуться, как покаяться. Очень часто мы, будучи верующими, чем больше ты начинаешь изучать Писание и приближаться к Богу, Вместе с этим, возможно, возрастает твоя гордость. И потом, когда ты виноват и что-то сделал не так, тебе сложно попросить прощение. Все это связано с этим состоянием. То есть я действительно просто хочу... Я хочу нас... Что я не знаю... 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 Когда вы чувствуете такое состояние, когда все у вас хорошо... Возможно, вы в отпуске... И это просто возьмите себя... Иногда, возможно, силой, чтобы приблизить себя к Богу. Поэтому потом будет сложно вернуться... Это... Но еще раз, на то, что я не знаю... И добавляю информацию о грехху. И вот interpretательство... И вот грех саблидатов, который оказал влияние на последующие поколения. Все израильтяне выше 6 египта старших 20 лет не смогли зайти в землю обидова. Все умерли в пустыне. Вы помните этот рассказ, да? Но то, чему он может научиться там, это реакция народа. Моше молится, и Бог прощает народ. И Бог говорит, эти зайдут, а эти уже не зайдут. Но когда народ израильский услышал эти слова, которые Моше передал, то, что они быстро спрашивают, они понимают, что они совершили. И тогда они делают какое-то, предпринимают что-то. Они говорят, мы пойдем и будем воевать против тех людей, которые будут заповедовать о нам. Моше говорит, они не уйдут. Он не уйдет. Он уехал уже. Но они все равно идут. И они проигрывают в той войну, и многих из них убивают. И вот вам урок. Ты не всегда можешь вернуть потерянные возможности. Часто невозможно их вернуть уже. Ты пропустил ту возможность, которую у тебя была. Ты уже не сможешь вернуть. И иногда это может быть судьбонос для всех твоих жизней и для жизни твоих детей. Поэтому все, что мы делаем, нужно подумать два раза. Если это связано с Богом, с его обитованиями и его желаниями, нужно думать еще лучше. Потому что этот грех, это была проблема для будущей веры, для веры в будущем. Потому что Бог обещал, что Он дает им эту землю. Они очень хорошо знали, что это его обещание. Они видели силу Бога и все, что Он сделал с их врагами. Но вдруг произошла проблема, и когда нужно было им зайти в эту землю и сражаться, они испугались. То есть этот большой страх просто нейтрализовал эту веру. Он хочет, чтобы мы научились. В сложных ситуациях. В страшных ситуациях. Когда ты держишься за Него, ты можешь все. Есть место Писания, которое говорит с Богом, я могу все. И полагаться на него, это очень важно в нашей жизни. И вот это вот действие, которое народ сделал, когда он подумал, что он может вернуть эту утраченную возможность. Я пойду и я сделаю, что Бог сказал мне. Так это не работает. Часто это происходит с молодыми, иногда и с более старшим поколениями. Но вот хороший пример это между родителями и детьми. Когда ты говоришь ребенку что-то сделать. И он не хочет, он спорит с тобой. И потом он получает наказание. Он понимает, что я такое сделал. И говорит, ладно, пойду я это сделаю. Но это уже не поможет. То, что я хочу сказать вам. Ваши действия или бездействия это только симптом. Потому что если есть проблема в сердце, то нужно решить эту проблему в корне. Потому что действие или бездействие происходит изнутри, из того, что у вас есть в сердце. В народе Израиля была проблема в сердце, проблема в вере. Даже если они решили вдруг что-то сделать, они пошли и сражались. Это однократное действие не изменило их сердце. Это одноразовое действие не может изменить то, что накопилось в твоем сердце. Поэтому вера в Бога. И вера в Его силу и вера в Его обещание. Если эта вера находится в сердце, тогда ты будешь и дела твои будут согласны этому. И не упускай возможности, которые Бог дает тебе. Потому что их вернуть не получится. И то, что важно в этом рассказе, как Месса из Исраиль. Таким, каким был Путь Израильтян, так и Путь нашей жизни, очень длинный. Но Бог хочет дать тебе там спасение. Он хочет вернуть тебя к себе, к новым отношениям, к новой жизни, и нужно научиться как себя вести там. Но и на этом пути он хочет научить тебя полагаться на Него, и также повиноваться Ему. Это Божья воля. И одно из последних того, что я сказал, это свидетельство другим о Боге. Потому что это первое обещание, которое получил наш праотец Евраам, что ты будешь светом для всех народов. И мы через Ишуа получаем ту же заповедь, и то же обещание. Быть цветом для других. Быть свидетелями того, что Он сделал в нашей жизни, и во всем мире. И часто это свидетельство, это не наши слова. Но это наше поведение. Когда люди видят, как ты полагаешься на Бога, и как ты повинуешься Ему. Как ты радуешься тому, что происходит вокруг тебя, и как ты реагируешь на все происходящее. И тогда они начинают думать и видеть что-то особенное в твоей жизни. Это также приносит свидетельство. Но также наши слова. Это очень сильное свидетельство. Но слова и действия должны быть одинаковыми. Ишуа послал своих учеников и сказал, идите и благовестуйте во всему миру. Возможно, именно тебя Он не посылает свидетельствовать во всему миру. Но он хочет, что на том месте, где ты находишься, где ты находишься. Но он хочет, что на том месте, где ты находишься, учишься, работаешь со своими друзьями, где ты был цветом в этом месте. Брит Хадаша говорит, если ты спросишь от тебя, в чем ты смеешь? В чем ты смеешь? Тянь идут. В том Завете написано, если тебя спрашивают про твои, а твои вери, то дай свидетельство. Ты не можешь сказать, ой, я не знаю, я не знаю, я ошибаюсь, я не хочу говорить об этом. Не надо говорить, я забыл, я хочу об этом говорить. Иногда мы говорим на себе, я лучше не буду говорить, потому что я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать, во что я верю, кто такие мессианские евреи. Возможно, что ты боишься, что тебе зададут вопрос, на который ты не сможешь ответить. Это мысли, которые приходят к нам иногда. Не нужно бояться, нет. Возьмите, вы говорите, вы говорите, что вы можете говорить самыми простыми словами, словами, которые понимают дети, это то, что нужно сказать. Он дал нам бодрость не этого мира, не бодрость с сложными теологиями, Но простыми словами благовествовать и свидетельствовать о Боге. Поэтому не нужно бояться друзьям. Будьте свидетелями там, где вы находитесь. Но если вы задаете вопрос, какова Божья горя на мой конкретный случай, то может быть мне нужно поменять работу, купить квартиру или какие-то другие вещи сделать. Нужно ли сюда вообще помешивать Бога? Я думаю, что да, нужно. И ответ может быть не простой. Но то, что я хочу вам дать, это небольшой совет. Писание, есть очень много примеров, которые могут быть актуальными для нашей жизни. Мы вчера с детьми смотрели эмульцев такой, супер книга. Маккерим, да? Да. Маккерим, да? Маккерим. И каждая серия в этом мультике начинается с того, что у ребенка есть проблемы в его жизни. И вдруг его переносит во времени в какое-то событие Нового Завета или Танаха. И это то, что помогает ему решить проблемы в его жизни. А проблема в том, что нам нужно понять в какое место, в какой рассказ нам нужно прыгнуть. Потому что, если ты не читаешь эту книгу, если ты ее не знаешь, то очень сложно понять, какой пример, или какое Божье решение для моей ситуации. Здесь есть все. Здесь есть ответ на все вопросы. Но проблема в том, как найти этот ответ. Это не просто. Но я думаю, что когда вы приближаетесь к Богу, Он направит вас. Он может сказать через Писанчик. Он может сказать через других людей. Он может направить вас. И вы научитесь слышать его голос больше и больше больше. И наоборот. Если ты отвергаешься от Бога, то сложно слышать его голос. Потому что написано, что из опыта мы начинаем слышать и знать Бога лучше. Если ты часто разговариваешь с человеком по телефону, и когда он звонит, даже если он у тебя не записан в телефонной книге, ты уже узнаешь его голос. Након? Након или нет? То же самое с голосом Святого Духа. Когда у тебя есть больше общения с ним, ты знаешь его лучше и ты можешь узнавать его голос быстрее. Ты начинаешь видеть его водительство в твоей жизни более глубоко. Но нужен для этого опыт. Такой же опыт, как с духовными плодами. Божья воля. Это то, что я хотела поделиться с вами. Это очень много информации. Возможно, вам придется услышать это еще раз. Но я надеюсь, что вы приняли для себя уроки для своей жизни. И сможете исполнить их в своей жизни. А теперь мы на Кум и на Зире Цифер Тора. И вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова